85 лет отмечает в этом году Алтайский государственный педагогический университет. С чего начиналась история самого старейшего в крае вуза и какие условия диктует педагогическому сообществу современность. Говорим сегодня с ректором педуниверситета Ириной Лазаренко. Ирина Рудольфовна, здравствуйте. Прежде всего, примите поздравления от нашего коллектива и всем вашим сотрудникам долгие лета. Скажите, пожалуйста, вот история начиналась ведь 85 лет назад. Это совершенно другие условия. Как тогда это было и как сейчас? Я думаю, что потребность в кадрах учительских она была всегда есть и будет оставаться, какие бы электронные ресурсы не придумывали, потому что живое общение учитель-ученик ничто не может заменить. Да, действительно, в 1933 году был открыт Барнаульский учительский институт, в котором работало всего 18 преподавателей. Вот какими именами вы сегодня гордитесь? 85 лет все-таки истории. И наши люди, они везде, по всему миру. Вот кого бы вы отметили? Это действительно так. Среди наших выпускников есть люди-герои социалистического труда, есть народный учитель, именем которого названа Барнаульская школа номер 40. Есть представители силовых структур, которыми мы гордимся, которые достигли очень больших высот. Есть великие спортсмены по лыжным гонкам, конькобежному спорту. Есть представители науки, Алексей Павлович Уманский. Я сама историк, поэтому это имя я хорошо знаю, помню, училась у него. Очень много имен. Всегда есть опасность не назвать кого-то, дабы не обидеть. Поэтому нашему ВОЗу есть чем гордиться в прошлые годы, есть чем гордиться сейчас. Я уверена, что новое поколение молодежи, которое к нам приходит, своими поступками, своими достижениями, своим творчеством будет укреплять славу первого ВОЗа Алтая. А вот та молодежь, которая к вам приходит, как она отличается? И это люди, которые действительно хотят остаться в профессии? Или только потому, что нужно получить высшее образование? Ведь не секрет, что и такие были времена. Вы знаете, я думаю, что всегда были, есть и будут люди, которые хотели просто получить высшее образование. Как говорится, это те издержки, без которых, наверное, ни один ВОЗ не обходится. Но значительная часть абитуриентов, которые поступают к нам, они мотивированы на работу с детьми, на работу в образовательных организациях. Будь то детский сад, начальная школа, общеобразовательная школа, учреждения дополнительного образования. У нас есть направление подготовки, которое непосредственно общеобразовательная школа не касается, но они относятся к профессиям, которые работают с детьми. Это, например, тренеры, это, например, дефектологи, логопеды. Это люди, которые работают переводчиками и работают в сфере профессиональной коммуникации. Психологи, социологи. То есть достаточно большой спектр подготовки, спектр профессий, которые охватывают работу с детьми, охватывают систему образования очень широко, исключая, вернее, не только школы и дошкольные учреждения. Поэтому мотивированные ребята приходят к нам, и значительная часть их устраивается в систему образования, в систему работы с детьми. Что вы делаете для того, чтобы была решена самая главная сегодня проблема? Недостаток кадров на селе, учителей, нехватка. Вот как сделать так, чтобы молодые люди ехали туда и работали там с удовольствием? Знаете, это комплексная проблема. Она не может быть решена только школой, не может быть решена только вузом, и не может быть решена только региональными властями или федеральным министерством. Это системная проблема, она в край решается, ну, где-то успешно, где-то не очень. То, что касается нашего университета, мы очень активно работаем с муниципалитетами. Это и целевой прием, это и целевая подготовка, это и с 2015 года проект, который мы называем «Длительная практика», когда мы своих старшекусников отправляем на практику в муниципальные образования, в сельские школы. Как правило, это школы малокомплектные, и ребята там работают от полугода до года. Что приятно, коллективы настолько тепло, настолько хорошо встречают наших студентов, пока еще студентов, что ребята там остаются на постоянное место жительства и на постоянную работу. Такие примеры есть в Олейском районе, в Колундинском районе, в Благовещенском районе. И, пользуясь случаем, я хочу сказать спасибо главам администрации этих муниципалитетов за то, что они с такой теплотой относятся к молодым кадрам, создают им условия для профессионального роста, для завершения обучения. Ну и потом с помощью наставничества, с помощью мер материальной поддержки способствуют закреплению специалистов в своих муниципалитетах. Ирина Рудольфовна, ну начали мы с истории давней, так скажем, а сегодня современность диктует нам совершенно другие, ставит перед нами задачи. И как вы успеваете в мир интернета, в век интернета приспособиться и немножечко раскроете, может быть, у вас какие-то новые специальности планируются, новое направление в связи с этим? Вы знаете, на сегодняшний день у нас в ООЗе более 150 образовательных программ. Из них почти 90 программ реализуются. Из этих 90% программ нацелены на те тренды в госполитике, в образовании, которые существуют, и региональные тренды. Это и работа с одаренными талантливыми детьми, это и развитие туризма, это и программа подготовки специалистов для детей с ограниченными возможностями здоровья, это и русский язык как иностранный. То есть мы находимся в тренде тех трендов государственных, которые сейчас сформированы. И, конечно же, мы работаем где-то на опережение. Вот одним из таких проектов, действующим на опережение, является изучение китайского языка. Не секрет, что в школах Алтайского края китайский язык не преподается. Он реализуется в детских центрах развития творчества, где-то в частных образовательных организациях. И мы сейчас потихоньку начинаем готовить специалистов для того, чтобы в будущем эти специалисты пришли в школе, и мы смогли себе подготовить уже потенциальных абитуриентов, которые будут к нам поступать, в том числе на китайский язык. То есть в целом на иностранный язык, в том числе и на китайский язык. Мы очень активно работаем в области туризма. Нашу является федеральная экспериментальная площадка Ростуризма, где мы отрабатываем технологии работы со специалистами в области туриндустрии. И это очень приятно. Наши преподаватели уже третий год в качестве поощрения за свои усилия получают возможность повышения квалификации в этом направлении за рубежом. Мы являемся площадкой творчества международного. Это российско-индийский форум, российско-китайский бизнес-инкубатор. Вот в этом году мы провели открытие российско-китайского бизнес-инкубатора. И очень многие удивлялись, как так педагогический вуз и бизнес-инкубатор. В общем-то, не на одном поле, скажем так, располагаются эти моменты. Но специфика педагогического образования такова, что мы имеем возможность организации работы различных сфер в области образования, в области командной деятельности, в области проектного обучения. И вот эти технологии, которые мы используем сами при подготовке наших специалистов, они очень хорошо ложатся на те проекты инновационные, которые разрабатываются в том числе и в бизнес-сообществе. Лена Рудольфовна, буквально пару слов о том, где и когда у вас будет празднование юбилея. Я знаю, что это будет начало ноября и очень широкий круг. Да, праздновать юбилей мы будем в Драматическом театре. Я очень благодарна краевой администрации за то, что нам позволили проводить там этот праздник. Кстати, Орден Трудового Красного Знамени, единственная государственная награда в крае у вузов, это у нас, мы же первый вуз, тоже проходил в Драмтеатре. Мы будем там, мы ждем гостей не только из Российской Федерации, это страны ближнего зарубежья, это наши зарубежные партнеры, начиная от Соединенных Штатов Америки, это Европейская часть, это Япония, Монголия, Китай. У нас будет очень много гостей, и это будет такая точка, наверное, скорее всего, это будет многоточие в истории нашего вуза, которое позволит перелеснуть очередную страницу юбилея и открыть новую страницу, чистую страницу для продолжения нашей замечательной истории. Еще раз примите поздравления от нашей редакции. Многие лета и успехов. Спасибо, я поздравляю всех наших студентов, наших преподавателей, сотрудников, всех наших партнеров, кто имеет отношение к педагогическому университету. Это была программа «Наше время». Мы сегодня беседовали с ректором Алтайского государственного педагогического университета Ириной Лазаренко. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова